Ой, такого сильно не надо включать, Сём. Доброе утро, ребятушки. Сёмка занимается тем, что моет посуду. Сам научился ставить табуретку и залазить, поэтому ещё опаснее стало его оставлять здесь. Да? Да-да-да. Хорошо помыл? Хорошо помыл посуду? Помощник мамы. Ой-ой. Сёмка. Мы с Семёным тут любуемся на снег, да? Ну, смотрите, что эта пульта сделала. И рисовал себе весь животик, да? И не только. У нас снег идет такой прям вообще. И как мы с тобой сегодня на Валберис пойдём, как думаешь? Никак? Нужно же на улицу выходить. Ты что, ещё и на ухе зарисовал? А-а-а. Какая? Ой, Господи, не надо открывать, холодно будет всё. Снегопад, конечно, классно. Но, если честно, я не очень-то ждала снег. Всё, сейчас до самого марта ещё до конца не растает, да? А то и до апреля. Баба. Ага. Баба. Снег падает. Скажи снег. Скажи снег. Как? Снег. Пожалуйста, ладно. И дрожь, видишь, как расправляется, да? Я тут достала фотобумагу, которую я заказывала. Фотофоны, точнее. Сегодня планирую отфоткать вещи, наконец-таки, когда он уже Семёна, но не знаю, получится ли у меня или нет, потому что свет по-прежнему плохой. Тут было пару дней, когда он был хороший, но, блин, я себя тогда плохо чувствовала. Тут они у меня разные, двухсторонние. Посмотрим, что из этого выйдет. Получается их три. Немножечко помятил и пришли. Ну, блин, ничего страшного, думаю. Поставила тут, Серёжа, на эти блины от гантелек. И вот так вот, думаю, всё выпрямится. Сейчас пару часиков, всё, мы уложу и буду заниматься фотками. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Мы вышли на улицу, у нас такой снег просто везде. И всё застыло. Всё не чистят. Дворники бедные, наверное, уже устали всё это долбить. Но началась зима. Меня, знаете, в последнее время камера бесит. Чего она не фокусируется? Короче, забирали мы с Валбериса посылки. Три для ремонта одинаковые. Короче, нужно их проверить было. Но она на меня так агрессивно как-то накричала, как будто, ну ладно, она не кричала, она просто очень громко и уверенно говорила, что мне показалось, что она на меня наорала и была невеждаю. Или мне не показалось. Короче, этот товар нужно проверять только дома. Всё потом, если что, возврат оформляете в личном кабинете. Я ничего не сказала, потому что я думала, вдруг мне показалось, вдруг у неё такая манера общения. Но я такая про себя буду подумала, блин, что-то она мне даже немножечко настроение испортила, хотя обычно она всегда добрая. Ну ладно, их там две, одна хорошенькая, другая не очень. Короче, ладно, ребятки. Идём мы с Сёмой, сейчас идём на площадку, и сегодня так тепло, и я хочу подольше погулять. Потому что грядёт зима, и мы будем выходить редко на прогулку. Потому что вы знаете, что я не люблю гулять, когда мне некомфортно, даже если надо. Вот. Но пока тепло, будем ловить денёчки, потом сходим в магазин, да и домой. Мы пришли на площадку, на которой давно не были. Вот. И Сёмка тут решил порулить, да? Всё в снегу. Прикольно, конечно, но наблюдать такую картину ещё сколько-то там месяцев не очень хочется. Да? Сейчас бы куда-нибудь на море, да, Сём? Как думаешь? Ты куда? Катись! Классно у тебя! Скользкая, мокрая горка, да? Ага. Быстро едет. Ой-ёй-ёй-ёй. Как же залезти, да, Сём? Ой! Мама сильно приблизила. Пойдём? Пойдём? Пойдём ещё раз. Пойдём. Молодец, давай, садись. Вот это в водении. Давай, толкайся. 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 Круто! Ещё пойдём? Аккуратно, садись, садись. Столкайся, поехали, поехали. Ну, понятно, куда ты идешь. Пойдем еще на горку. Мама. Сема. Пойдем на горку. Пойдем на горку. Пойдем, покажем, как ты катаешься. Пошли. Ой-ой-ой. Да я надо с собой-то ее. Пойдем еще кататься. Пойдем еще на горку. Зашло ему по такой горке кататься. Она прям очень скользкая. Вот вы видели, когда поставила камеру, чуть Сема не упал как раз таки. Успела его поймать. Раскатился чуть-чуть. Но ему, видимо, давно он не катался на горках. Как-то ему летом прям один раз, как будто бы он один раз катался. Короче, одно время как-то ему прям очень нравилось кататься на горках. А потом он перестал это дело любить. И вот сейчас мы вышли опять кататься. Скользко. Хорошо, да? Пойдем в заговорки еще раз катимся. Ну-ка, садись. Аккуратней. Ага. Видишь, скользко ножки скользят. Стои. Давай. Поехали. Поехали. Опа. Да-да. Круто. Ребятки, мы пришли с улицы. Прогуляли полтора часа. Ну, у тебя есть походу по магазину. По магазину, точнее. Но все уже. Классно погуляли. Под конец, конечно, уже холодно становится. Сейчас время уже пять. Или подождите. Или четыре. Четыре. Что-то я чуть-чуть перескопчила. Я себе наливаю чай. А Сёмка смотрит свои законные мультики. Потому что он сегодня второй раз после снайфа не смотрел. Вот. Я пью чай в тишине как раз таки. Согреемся. И будет все хорошо. Сёмка уже перешел на зимние ботинки. Хоть будут ходить в них. Осенние сейчас их нужно отдать в ремонт. И убрать на хранение. И что-то еще хотела сказать. А, комбез пока еще этот нормальный. Потому что мы полтора часа прогуляли. Сёмка теплый. И на скольчике не замерз. Поэтому комбез пока этот остается. Я так думаю, пока минус пять стабильные не будут. Но у нас минус пять это не холодно считается. Мы живем в Тюмени. Поэтому для нас минус пять это нормальная погода. Поэтому думаю, что вот после пяти минуса будем уже переодеваться в зимний. Но сейчас вот ему в этом удобно. И нисколько он не замерз. И это хорошо. Ладно, ребятки, я пошла пить чай. Если вы тоже кушаете, то вам приятного аппетита. Я уже не знаю. Продолжение следует...